Я подписал указ о премьер-министре Республики Абхазия, который говорит о том, что премьер-министром будет назначен Ислан Парциц Константинович, которого вы знаете, и я надеюсь, что вам всем вместе придется работать длительное время. И в соответствии с этим указом премьер-министру предстоит в кратчайший срок представить структуру и персональный состав Кабинета Министров. Будут перемены, об этом я говорил ранее, и никто не должен возмущаться, а продолжать работать во благо нашей страны в каких-то других местах. И это то, что бывает в нормальном цивилизованном государстве, а не уходить и бежать сразу в оппозиционные круги. Если есть что сказать, говорить, продолжайте. А те, кто останутся, будут работать во благо нашей страны вместе с теми, кто уйдет, если таковое желание будет, работать где-то в других местах. Я слышу разные голоса. За два года президент поменял уже нескольких премьеров. Будем менять столько раз, сколько нужно будет, пока не будет эффективного и положительного результата. Я надеюсь на то, что в данной ситуации, я как-то проговорился, когда проводил последнюю встречу с журналистами, будет молодой, энергичный человек. Надеюсь на то, что хватит у вас у всех понимания к тому, что здесь достаточно значительный молодой коллектив, и нам надо всем сделать так, чтобы наше государство состоялось. С 2014 года, Рауджукович, как вы приступили к своим обязанностям, мы расформировано правительство, работаем в нелегких условиях. Но сегодня особо тяжелая, конечно, ситуация в стране. Я имею в виду внешний фактор и внутреннюю обстановку, конечно. Поэтому, Ислан Косодинович, от всей души желаю тебе удачи. Кабинет министра будет стоять рядом, будем стоять горой, делать нелегкие времена. Нам всем приходится работать, но тем не менее, за нас, нашу страну, никто не поступит. Поэтому, от всей души тебе удачи, всего тебе хорошего. Но мы, кажется, если будем нужны и полезны, я думаю, что всегда поддержим, встанем рядом. Уважаемый президент, уважаемые члены Кабинета министров, прежде всего, конечно же, благодарен за оказанное доверие. Понимаю степень ответственности, которая возлагается на меня, но убежден в том, что мы сможем поставить работу Кабинета министров таким образом, как того требует нынешнее время. Президент требует динамики в работе, качества в работе Кабинета министров. И благодаря усилиям всех членов Кабинета министров, я думаю, что мы справимся с поставленными задачами.